дуэйн джонсон актер рестер и бизнесмен известный под псевдонимом скала он рекордсмен книги рекордов гиннеса получил самый высокий гонорар за дебютную роль фильме мумия возвращается пять с половиной миллионов долларов за время кинокарьеры сумел стать настоящим профессионалом на актерском поприще сегодня знаменитость входит в число самых высокооплачиваемых актеров своего жанра в этом видео я вам расскажу сколько зарабатывает дуэйн джонсон и куда тратить свои миллионы дуэйн джонсон родился под знаком зодиака телец 2 мая 1972 года в америке по национальности джонсон отчасти полинезиец отчасти темнокожий шотландец но гораздо важнее то что он потомственный рестлер дед отец дяди двоюродные братья все зарабатывали на жизнь рестлингом даже мать и бабушка имели отношение к спортивному шоу первая как промоутер супруга а вторая как директор женского клуба из-за работы отца семья постоянно переезжала с места на место поэтому сын сменил ни одну школу джонсон младший с раннего возраста бывал на тренировках отца а в 12 лет уже сам попробовал силы в штанге но неудачно с того момента он тренировался под присмотром отца детстве дуэйн отличался высоким весом поэтому занятия спортом пришлись как нельзя кстати в старших классах юноша начал заниматься американским футболом и показывал настолько хорошие результаты что несколько университетов предложили ему обучение дуэйн получил высшее образование на факультете психологии и криминологии университета майами он бы и дальше продолжал карьеру американском футболе но помешала травма спины тогда джонсон занялся рестлингом дебют в рестлинге дуэйна состоялся осенью 1996 года перед зрителями он появился под псевдонимом рокки мая а концу того же года уже завоевал свой первый чемпионский титул объем битебсов у скалы как на пике формы достигали 53 сантиметра спортсмен способен был по 33 раза выжать штангу весом 105 килограмм такого физического состояния джонсон достиг благодаря тренировкам и питанию рестлера старался выступать честно не нарушая правил поначалу это нравилось зрителям но быстро надоело во время выступлений джонсона часто освистывали требовали чтобы он ушел спортсмен решил сделать передышку на ринг дуэйн вернулся уже как плохой парень скала это прозвище подчеркнула выдающиеся параметры рестлера рост составляет 196 сантиметров а вес 118 килограмм новый образ и стиля боя принесли рестлеру популярность сам дуэйн называл себя народным чемпионом публика любила и поддерживала его после возвращения до момента окончания карьеры рестлера скала 17 раз становился чемпионом мира кинематографическая биография дуэйна джонсона начала сразу с размаха голливудские режиссеры заинтересовались джонсоном 2000 году после выхода его книги скала говорит в том же году его пригласили на съемки фильме мумия возвращается это не первое появление чемпиона на экране спортсмены рестлинговой компании в в е привлекают внимание голливудских режиссеров среди успешных культуристов публика отмечает дэйва батисту успешного актера исполнительно роли дракса разрушителя в фильме киновселенной марвел следующая роль скалы уже была главной джонсон работал в картине царь скорпионов в 2011 году начали съемки форсажа с его участием фильмы медиафраншизы фокусирует сюжет на гонках и противостояние преступников и полиции опять же при помощи машин дуэн присоединился к популярной серии криминальных боевиков с пятого фильма роль агента хоббса переделали специально под актера главную роль в этой картине как и других исполнил вин дизель дуэн снимается не только в боевиках ничуть не хуже ему даются комедийные образы например в зубной фея или плане игры в черной комедии кровь и потом анаболики актер сыграл культуристом в актерский состав фильма также вошли марк уолберг и эд харрис в сиди работ артиста главные роли в кинолентах быстрее пули путешествие 2 таинственный остров и стукач в 2014 году состоялась премьера геракла в которой джонсон сыграл главную роль приключенческом боевике вместе с рестлером снялись ирина шейк и ребека фергюсон помимо этого он появился да и в документальном кино посвященному спорту его фильмографию пополнила лента эпическое приключение дуэйна скалы джонсона весной следующего года вышел 7 фильм форсаж с участием актера а в 2016 комедия полтора шпиона здесь дуэн сыграл главную роль агенда боба стоуна детстве он рос полным мальчиком терпел на смешке одноклассников но впоследствии вырос супер шпиона с литыми мышцами напарники боб берет старого приятеля который работает бухгалтером и только мечтает о приключениях погонях и перестрелках в том же 2016 актер озвучил мауи в анимационном фильме муана мауи самовлюбленный полубог и второй главный герой после дочери вождя муан на протяжении мультфильма герои должны найти общий язык и выполнить главную миссию вернуть на место украденное мауи сердце богиней в апреле 2017 года на экран вышел новый фильм из популярной киносерии форсаж 8 лента как и предыдущие наполнена уличными гонками преступлениями и погонями тем не менее герои развиваются доминик актер вин дизель отмечает медовый месяц любимой женой в конце фильма становится отцом впрочем семейные радости не мешают участвовать криминальных разборках и спецоперациях кала также вернулся к роли агента люка хоббса который последних форсажах вышел на передний план и считается вторым главным актером период анонса новой части кинофраншизы дуэйн намекнул на возможность появления отдельного спин-офф а алюке хоббсе летом 2017 года актер появился на экране главной роли в комедии спасатели малибу киноверсия популярного американского сериала герои дуэйна опытный пляжный спасатель который работает вместе с командой на побережье тихого океана 28 декабря 2017 года актер появился в главной роли приключенческом фильме джуманджи зов джунгли сиквеле знаменитого фильма джуманджи на этот раз действие происходит не настольной а видеоигре в апреле 2018 года актер предстал в роли приматолога фантастическом боевике рам пейдж об экспериментах над животными и а бунте генномодифицированных зверей в июле он сыграл боевики небоскреб кроме того в этом же году джонсон снялся в комедии борьба с моей семьей публика не собирается расставаться с полюбившимися героями франшизы форсаж поэтому в августе 2019 стартовал пока спин-офф а форсаж хоббс и шоу в котором помимо джонсона появился джейсон стейтем в молодости дуэйн джонсон семь лет встречался с дэнни гарсией актер увидел кубинку когда еще учился в университете и влюбился их личная жизнь складывалась счастлива они жили в гражданском браке а в 1999 году официально поженились в августе 2001 года джонсон стал счастливым отцом жена подарила ему дочь еще шесть лет дэнни дуэйн прожили вместе а затем официально объявили что расстаются дочь актера живет с матерью а джонсон обеспечивает ребенка материально после развода паре удалось сохранить дружеские отношения в 2007 году дуэйн начал появляться на публике с новой возлюбленной лорен хэшиан певицей американского происхождения 16 декабря 2015 стало известно что теперь дуэйн отец троих детей новая избранница родила актеру дочь жасмин а затем через три года появился малыш тяна в августе 2019 года пару законил отношения свадьбу от праздновали на гавайях джонсон не скупился на щедрые подарки в 2018 году он подарил грузовик своему дублеру тонуа и риду который выполняет за актера все опасные трюки несмотря на то что коллеги приходится друг другу кузенами они похожи словно братья-близнецы особенно сходство проявлялась когда дуэйн еще представал перед публикой с волосами для совместной работы его брату позднее пришлось тоже стать лысым после съемок одной из сложных сцен каскадер получил травму для того чтобы порадовать его артист преподнес ему ключ от эксклюзивного пикапа фото появилось на официальной странице джонсона в инстаграме в 2020 году скала вместе с членами семьи перенес коронавирусную инфекцию по признанию рестлера это было тяжелое испытание для него жены и детей спортсмен призвал всех соблюдать меры безопасности и укреплять здоровье актер признался подписчиком инстаграме то порой приходится применять силу в реальной жизни сентябре двадцатого года опаздывая на съемочную площадку спортсмен оказался в ловушке собственного дома входные ворота заклинилась за перебоев с электричеством не желая подводить больше сотни человек артист оторвал ворота после чего беспрепятственно последовал на студию позднее дуэйн признался что в следующий раз поступит по-другому просто перепрыгнет препятствия и поймает такси сколько зарабатывает дуэйн джонсон и куда тратить свои миллионы дуэйн джонсон один из самых кассовых звезд голливуда зарабатывающий на актерской игре продюсирование испанских сделках через seven back production он зарабатывает для себя главная роль в блокбастерах и сотрудничать с другими крупными студиями 2006 году джонсон основал фон дуэйна джонсона рока некоммерческую организацию которая работает с детьми с заболеваниями расстройствами и нарушениями чтобы повысить их самооценку и помучаем в жизни джонсон тратит много денег на еду чтобы поддерживать свое тело он съедает более 5000 углеводов в день иногда до 7 приемов пищи в день всего в день он съедает около 10 фунтов пищи он также покупает нестандартные автомобили автомобильные блогеры обнаружили в гаражах джонсона несколько дорогих автомобилей но его фаворитом похоже является ford f-150 пикап похожий на грузовик монстр с уникальными модификациями джонсон любит дарить подарки а также сделать татуировки также он часто передвигается с места на место на прекрасном гольф стриме g650 2014 году он купил дом майами за 5 5 миллионов долларов а в 2021 году голливудский актер обзавился новой недвижимостью в лос-анджелесе приобретение обошлось актеру в 25 миллионов фунтов стерлингов что пересчете на американские доллары равно 35 миллионов обитель была построена в 1993 году для барабанщика алекса ван халлина и оформлена в средиземноморском стиле на территории имеется большой дом и гостевая на территории особняка расположены домашний кинотеатр крытый бассейн тренажерный зал частный корт бейсбольное поле во дворе можно расслабиться в затененном деревянном домике там также есть все удобства для обедов и развлечений а еще фонтан в самом особняке находится 6 спален и 11 ванных комнат соседями дуэйна являются сильвестра сталлоне рот стюарт дэнзел вашингтон энди мерфи и софия варгара дуэйн джонсон имеет большой автопарк редких и не очень автомобилей как пример рассмотрим несколько автомобилей матово-белый ferrari la ferrari стоит чуть больше миллиона 200 тысяч евро однако дуэйну не пришлось раскошеливаться потому что это подарок и тем не менее эта машина удостоилась лишь одного упоминания в инстаграме 4 года назад позже он сообщил что к сожалению ему очень неудобно садится в эту ferrari хотя она конструировалась с учетом габаритов актера его аргументу звучат как оправдание потому что существует множество компаний которые специализируются на изменении и расширении салонов например lebron james купил модифицированный f430 spider потому что в стандартной версии ему было некомфортно самое ужасное что склада даже не попробовал этот автомобиль мощностью 950 лошадиных сил ford f-150 кастом грузовик ford f-150 единственное транспортное средство идеально подходящую под комплекцию дуэйна джонсон цена начинается от 45 тысяч евро за стандартную комплектацию но она значительно возросла учитывая все модификации в автомобиле скалы для простых смертных эта машина может показаться гигантом но для него она играет роль простой легковушки дуэйн джонсон является амбассадором ford также в его коллекции есть ford gt 2017 скала может вежливо или не очень вежливо попросить у компании любую машину и ее с удовольствием предоставит ведь никто не может лучше пререкламировать автомобиль чем звезда боевиков дуэйн джонсон посетил штаб-квартиру ford детройте и оттуда запостил фотографию желаемой модели губа у него явно не дура он выбрал один из лимитированных спорткаров которые могут похвастаться не более тысячи человек во всем мире ford хеннесси велосараптор в 8 еще один грузовик который дуэйн получил в качестве подарка на этот раз вот hbo за участие в сериале футболисты хеннесси велосараптор в 8 обладает мощностью 758 лошадиных сил макларен 650 с его роль в сериале футболисты позволяют ему разъезжать на всевозможных спортивных автомобилях например макларен 650 машина поразила дуэйна джонсона настолько что впоследствии он приобрел ее для своей частной коллекции трудно представить что на таком фантастическом спорткаре кто-то может гонять реальной жизни они на телеэкране этот автомобиль просто зверь 641 лошадиной силой погани хуайра за рулем этой модели дуэйн джонсон появлялся на премьере телесериала футболисты цена модели составляет 1 миллион 100 тысяч евро однако это не про понты машина выжимая 720 лошадиных сил разгоняется от 0 до 100 всего за три и две секунды все это благодаря 6 литровому двигателю v12 porsche panamera mansori один из фаворитов джонсона роскошный салон с деталями из углеродного волокна с аэродинамическими элементами которая подчеркивает индивидуальность машины и ее владельца хотя мы любим мышцы скалы хотелось бы чтобы на таком автомобиле дуэйн джонсон ездил лишь в элегантном клетчатом костюме с галстуком как это делает конор макгрегор range rover это вероятно наименее впечатляющий экземпляр в коллекции джонсона но автомобиль все равно достоин внимания range rover это классика и скала это прекрасно понимает вот почему он часто появляется за рулем этой машины либо он ездит на ней через силу потому что в отличие от ferrari la ferrari не смог придумать отмазку rolls-royce ride с этой моделью связана целая история дуэйн записал виде обращения к тяжелобольной девушке по имени оливия она большая фанатка всех фильмов скалы поэтому джонсон прошелся по съемочной площадке показывая ей декорации знакомя с актерской группой также скала показал вблизи машину на которой ездит его герой и который хотел бы иметь в реальной жизни позже он ее приобрел модель rolls-royce ride обладает мощностью 6 с половиной литрового двигателя в 12 однако она может быть очень тихой если того захочет водитель это британская красавица стоит 282 тысячи евро по состоянию на 2022 год собственный капитал рока составляет 320 миллионов долларов вышедший весной 2021 года 9 фильм франшизы форсаж расстроил поклонников скалы их кумира в сюжете не было в интервью дуэйн заявил что последующие заключительных частях также участвовать не будет сми прослеживалась информация что причиной отказа терра от съемок стал конфликт между ними дизелем летом состоялась долгожданная премьера фильма круиз по джунглям джонсон предстал на экранах в образе самоотверженного капитана судна движущегося к древу жизни компанию дуэйну составила эмили блант сыгравшая главную роль в картине приключенческой комедии красное уведомление дуэйн сыграл агента интерпола которому необходимо выследить величайшего вора в мире искусства в деле замешан и величайший аферист мира в исполнении райана рейнольдс скала перевоплотился в черного адама в комикс-боевике черный адам действие которого разворачивается во вселенной дисси кроме того артист объявил что согласен сыграть героя во всех предстоящих фильмах франшизы к слову работа именно над этим персонажем по признанию скалы стала самой трудной в кинокарьере в интервью актер рассказал о некоторых особенностях своего героя примеру его отличие от супермена в том что тот кроме супер силы обладает еще и магическими способностями и в завершении несколько интересных фактов в юности кумирами джонсона были знаменитые культуристы арнольд шварценеггер и сильвестра сталлона которые сделали блестящую актерскую карьеру рестлер серьезно относился к актерской профессии 2018 году на этой почве у него произошел конфликт с вином дизелем дуэйн обвинил коллегу левкомысленном поведении на съемочной площадке левую руку часть спины и груди знаменитости покрывает тату это родовая полинезийская татуировка в традициях сомоанской культуры в которой заключена история жизни скалы и его личные ценности если вам понравилось это видео пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал и также можете поддержать канал ссылка в описании это мотивирует двигаться дальше